Понятно было, что зайдет разговор о женщинах в политике, потому что, в принципе, это примета уже такая народная. Если пришла Элла Панфилова, будет разговор о женщинах в политике. Но я вот подумала, что мы не сообразили в разговоре. Все эти разговоры, почему в России нет женщины в политике, ай-яй-яй, или о-гу-го, или ха-ха-ха, ну так далее. Не может, нету пока ни одной, собственно, женщины политика реально. Политика это, в общем, специфическая совершенно вещь. И может, может быть, женщина в политике, но она должна уметь воздействовать на людей. То есть люди должны хотеть служить женщину, которая занимается политикой. Вот смотреть на нее и не думать, а шла бы ты баба домой. То есть это очень сильно зависит от людей, а не от женщины политика. Добрый вечер на канале НТВ. Программа «Школа злословия» и мы ее ведущие. Татьяна Толстая. И Авдотья Смирнова. А у нас сегодня в гостях Элла Александровна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Елла Александровна. Елла Александровна, мы уж сразу к делу. Конечно. Какие пять проблем вы считаете самыми ужасными в России? Вот именно пять. Ни одна, ни две, ни три. И десять. Вот сейчас? Да. Отсутствие конкуренции, серьезной во всех сферах. В творческой, в социальной, в политической, в экономической. Настоящая конкуренция, не имитация, а вот именно конкуренция. Второе, на мой взгляд, это глупость. Вот такая глупость на уровне... Но это такая проблема в Северенске. Нет, именно на уровне, на всех уровнях часто принятия решений, да, когда, я не знаю, чем это объяснить, но это есть. Третье, равнодушие общества, пассивность, которая позволяет собой манипулировать, которая позволяет, на мой взгляд, ну, делать с собой все, что хочешь, да, со стороны, там, чиновников, сильных мер и всего. И при этом, с одной стороны, она пресмыкается перед вас, с другой стороны, ее нещадно ругают. Но вот такой душевный, большой, затратить большие душевные силы, подняться там и так далее, для того, чтобы все-таки хоть немножко взять судьбу в свои руки, вот, не хватает. Ну, естественно, коррупция, но, знаете, тут парадокс. Вот я... Коррупция, которая, на мой взгляд, пронизала все сферы нашей жизни, и, наверное, самое большое зло, с одной стороны. А с другой стороны, в этой ситуации, когда нет почти конкуренции, много другого, иного. Чудовищная вещь, я скажу, но именно коррупция. Единственное, что осталось, что сейчас является каким-то двигателем, да, движущей силой, мотивацией для того, чтобы что-то сделать, там, в экономике и так далее. И, наверное, пятое, это огромный отрыв, вот, между, ну, так называемыми нашими элитами, властными элитами, там, как они себя называют, да, вот, теми... Или экономическими, а как ты видны, или... Нет, 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 это уже следствие. Разрыв между людьми и вот теми, кто управляет, да, отсутствие между обществом и властью, непонимания, не слышит людей. Именно поэтому, поскольку, поскольку очень плохая слышимость, взаимодействие друг с другом, да, и часто вот эти абстрактные решения или абстрактны, или не в интересах людей. А вот скажите, Элла Александровна, вот, дело в том, что мне вот такая, понимаете, странность какая. Я вот всё, что слышу от вас всегда, вот, когда вы указываете на отдельные недостатки нашего в целом прекрасного мира, я со всем этим согласна. Всё вы говорите правильно. Но, как-то я ни разу не слышала, а делать-то что? У меня нет возможности, нет рычагов доставлять, организовывать процесс масштабных России, да, вот, заставлять делать других. Но, как раз-таки, то, что я делаю всю свою жизнь, если посмотрите по моей биографии, да, это как раз направлено в меру своих сил возможности, опыта, умственных способностей каких-то, и побуждать людей, и, само естественно, делать именно то, чем я говорю. Поэтому... Хорошо, тогда конкретно, да. Что вы считаете главным достижением своей деятельности? Во-первых, если посмотреть, вот, скажем, о русском кресте, о демографии, да, ситуации, которая, вот, о депопуляции людей, да. Что такое русский крест? А это когда... А я сейчас скажу, я хочу сказать, что когда... Ну, депопуляция, да, необратимые процессы, связанные с убыванием людей. Вымирает. Да, вымирает, когда вымирает больше, чем рождаются, да, в этом подготовили системные разработки в 1992 году, когда я еще была министром, да, и я понимала, вот, я все время говорила, что занимаясь социальными проблемами людей с изнанки, с оборотной стороны, вот, там, великие умные реформаторы занимались экономикой, а я ликвидировала какие-то последствия. Я поняла, что необходим системный подход. У нас была программа по борьбе с бедностью. Конкретная программа, на которую требовали, скажем, которая позволяла бы людям, не всем подряд, а помогать тем, кто стремится к чему-то и что-то хочет, помочь тем, кто сам пытается встать на ноги. Программа по борьбе с бедностью, системная. Она была... Она была сделана, представлена правительству, и Борису Николаевичу Юлисову, и Черноморезу уже тогда, и она была отвергнута, потому что сказали, что с ума сошла, как это так, мы будем складывать средства на запуск каких-то социальных, скажем, программ, самообеспечения. У нас не хватает таких денег. Но потом началась война в Чечне, и грохнули до сотни раз больше. Я вас спросила, что вы считаете главным достижением своей деятельности. Вы приводите в пример программу, которую не приняло правительство. Зато из нее очень многое было сделано фрагментарно. И как министр, я в самое трудное время, в годы начала реформ, удержала разрушение системы социообеспечения, то, что произошло в здравоохранении, в образовании. И удалось сохранить очень многие элементы вот этой социальной системы обеспечения, которая позволяла людям в самые трудные времена не только выжить, но и встать на ноги. Кстати, самое трудное время, когда не хватало денег. Но мы нехватку денег компенсировали вот атаками мозговыми. Мы сидели и думали, что в такой ситуации, когда не хватает денег, как правильно их, вот скажем, в какие точки роста запустить, чтобы помочь людям встать на ноги. И те тяжелейшие времена для людей, они, скажем, именно благодаря нашим, моим программам, программам моих коллег, то, что мы делали, мы людям помогли выстоять. Тогда я запустила систему пенсионного пенсионного обеспечения и многое другое. Центрary помощи, когда детские сады опустевали, их просто закрывали. Мы пытались, я их просто, знаете, таким диктаторским способом, потому что я 12 лет в энергетике проработала, а на производстве для меня никакой демократии. Просто вот диктаторским. Забирала в регионах, и мы их перепрофилировали под эти социальные приюты, собирали стариков, которые оказались никому нижним, детей. Мы их свозили, чтобы они находили друг друга. То есть как раз таки для той ситуации мы работали как срочная социальная помощь. Вот на тот период. Ну, я могла много бы назвать, если бы в моей биографии много, скажем, каких-то вещей, которые говорили, что я действительно делала, как поступок, выражение позиций. Один из первых людей, который начал бороться ксенофомией, эвросизмом и так далее, когда многие об этом и не думали, когда это было опасно. Я скликнулась со Стерлиговым, я скликнулась, кто у нас был там, Макашов, которого я обозвала, что это гнусный, мерзость и так далее, и так далее. С Рогозином, когда он был любим Кремлем, и все его, извините, ласкали, он с экранов не сходил. И так далее. Я считаю, что это поступок. Я первая поехала в Чечню в начале 90-х годов вместе с покойным Мишенковым и Шабадом Володей Лысенко и Доренко. Мы пытались и вызвали, или сидели у Дудаева, вытаскивали, пытались вытащить наших военнослужащих, которых сдал Горачев. Я никогда не забуду, когда мы ехали и начались первые разрывы, снарядов, взрывались и так далее. Кстати, тогда с Хахмадом Кары Дедоровым познакомилась, тогда он воевал против России. Слезы на глазах СССР, российской армии, который сказал, ну надо же, который сидел в подвале в этом дворце Дудаевском, он говорит, надо же, меня сдал мой министр обороны, никогда этого не забуду. Мы вытащили ребята, их приковала к себе наручниками, чтобы их нас не отобрали. Мы их вывезли оттуда. И все эти годы вы не найдете ни одного политика, который бы ездил в Чечню чаще, чем я. Бывало там разных ситуаций, в горах, в переделках, ночью летала над Чечной и так далее. Вот вы говорите, что ты сделала? Я одиночка была. Я никогда, скажем, я уходила, действительно ушла, осознанно ушла от коллег, от ребят тогда из выбора России, после, когда война в Чечне началась. Хотя идея, я человек правых демократических взглядов, но ушла не от идеи, я ушла не от принципов, а от тех людей, которые, к сожалению, на мой взгляд, может быть, не совсем удачно их пытались, интерпретировали. И с тех пор я не прибивалась никаким блоком, ни партиям, то есть я никогда не являлась составленником каких-то финансово-промышленных, политических групп. Я всем мешала всегда, поэтому, когда меня звали, ну, давай в Амфилово, давай в Булуке, там вот, в 95-м году я отказалась, в 99-м право я звали, я тоже отказалась. Поэтому была политическая изгой, всем мешающая, ненужная. Да, но это, наверное, это ошибка, наверное, всегда прибившись к ста, легче что-то сделать. Но я пыталась закон об ограничении депутатской неприкосновенности, это я была первая, первая, этого закона пытались мы провести, не получилось. Да, какие-то вещи, которые действительно в одиночку очень сложно было провести, наверное, это моя ошибка. Но мне бы не хотелось, чтобы вся передача превратилась в какую-то похвальбу из того, что я реально сделала. Я думаю, что то, что вот эта общественная волна, все-таки, то, что связано с гражданским обществом, то, что она все-таки есть очень большие мои усилия, то, что она стала нарастать. То, что касается детей, очень многие системные вещи. То, что в конце концов власти и в лице президента наконец-то повернулись к этой самой острой проблеме. Посмотрите, мое движение Гражданское общество Детей России, общество Детей России, оно создавалось более пяти лет назад, и мы постоянно вели тревогу, говорили о том, что самые уязвленные, самые незащищенные, самые слабые, самые, скажем, страдающие части российского общества это дети, именно дети. и там процессы необратимы, никто не слышал. Знаете, вот есть вещи, с чем я могу похвалиться, вот просто, вот мне не стыдно, потому что многие вещи, о которых я заявляла, да, скажем, я первой подхватила много лет назад этот вот тезис Солженицы на сбережении народа, он все в моей программе, да, и в моего развивания, не просто вот, как на конкретном мере, что надо делать. А вот вы упомянули гражданского общества. Вы знаете недавнюю историю Серегу против Нагатинского ЗАГСа? Нет. Недавно произошла дивная совершенно история. На Гатинскому ЗАГСу поменяли номер телефона, одну цифру поменяли, не цифру даже телефона, а поскольку в Москве ввели второй код. Нет, нет, нет. В Москве ввели второй код, один 495, другой 499. Так? А на этот код 499, который дали Нагатинскому ЗАГСу, дали телефон. Этот телефон в точности совпал с номером какого-то человека, который мирно себе сидит дома и этот телефон имеет. В результате, поскольку наш МТС, который выдает эти дополнительные номера, создал чудовищную проблему для всех занятий, то люди были не в курсе, что имеется второй номер. Второй код. Второй код. И стали звонить молодому человеку, по имени Сербис. Да. Он день терпел, два терпел, три терпел, никогда не все это не выдержал. Выяснил, в чем там дело. Позвонил в ЗАГС. Позвонил в ЗАГС и попросил поменять номер, потому что иначе все звонят ему, а туда не дозванивается. Его послали в хамской форме. Ничего он сделать не смог. Тогда он в интернете, в своем дневнике, объявил, я всех прошу звонить теперь в ЗАГС и спрашивать Серегу. Я хочу, чтобы они учились так же, как училась я. И дальше началось что-то особенное. Потому что на его призыв откликнулись тысячи людей, которые стали звонить в Нагатинский ЗАГС и просить к телефону Серегу, доведя ЗАГС до белого коленя. Мало того, они устроили флешмоб и вышли к Нагатинскому ЗАГСу с плакатами «Привет от Сереги». Значит, Нагатинский ЗАГС в озверении стал бросать трубки точно так же, как до этого, значит, он плевал на проблемы Сергея. После этого, наконец, после того, как ЗАГС был доведен уже до немыслимого состояния, Сергей позвонил в этот ЗАГС, они вместе все-таки договорились и пошли в НТС, чтобы с ними, значит, там как-то их пощадили. Это, по-моему, типичное проявление гражданского общества. Это ярчайшее. И поменяли в результате телефон ЗАГСу, а не этому человеку, у которого номер был 20 лет и очень... Вот я... Вот, знаете, у меня есть оптимизм, что таких Серег будет все больше молодых ребят, которые... И которые не остаются в одиночестве, вдруг они... Вот такой протест, потому что я понимаю, что многих из тех, кто звонили, их достали другие проблемы. В ЖЭКах, извините, в наших... В этих ДЭЗах, там, в поликлиниках, там, на транспорте и так далее, и так далее. Это форма, определенно, такого протеста, современного. Люди готовы объединяться в гражданское общество на социальные поляне, на поляне борьбы с ЖЭКом, там, с чиновником, там, и так далее. Но не на политическое. Вы правы. А это уже, понимаете, политическое, а это партия, это совершенно другая сфера. Вот как раз-таки политическое поле, к сожалению, оно, на мой взгляд, нашими политехнологами выжжено и вот притоптанно. Зачищено. Зачищено, да. Слава Богу, и есть здесь небольшая доля. Почему-то еще раз попалась. И мы, в том числе, и моих коллег, да, что вот общественное поле, оно очень живое, оно развивается. И чем больше будет вот наших ребят, которые малым бизнесом занимаются, средним, то есть людей экономически, самодостаточных, и все в меньшей степени зависящие от чиновников, от власти, да, тем больше, то есть больше, более молодые ребята, более образованные, продвинутые, тем больше возможностей для самоорганизации. Посмотрите, кто сейчас наиболее активен, да, вот движение автомобилистов, да, они, вот эти обманутые, вот инвесторы, да, дольщики, и так далее, люди с определенным уже достатком, которые столкнулись с такой несправедливостью, но у них есть возможность, их хватает образования, умение оперировать современными средствами, там, связи, и обращаться, там, скажем, правового каких-то навыков, правовых привлечений, возможности привлечь, там, юристов и так далее, и так далее, самоорганизоваться, оставить свои права. Я уверена, что именно по этому пути пойдет вот гражданское общество в России, и этот процесс будет стремительно вот нарастать. Уже вот, то есть прошли мы какую-то точку роста. Вот сейчас, я так полагаю, за ближайшие 2-3 года это будет стремительно и качественно, именно это может изменить качественную ситуацию. В России, как следствие, качество, вот вы говорите про политику, да, действительно, политика серая, неинтересная, временами, местами гнусная. Смотреть, вот, я вот сама, почему я решила, что я буду еще, да, никогда, да, ни при каких условиях, ни на какие выборы, ни за что, я не хочу просто, да, мне стало неинтересно. Человек, который на собственной школе все прошел, да, это как авантюристка на выборы, на президентские выборы, народный хохотал. А почему вы пошли? А у меня не было выхода, мне надо было выжить, мне надо было, меня так же размазывали и растаптывали, как других, только тяжеловесов, только у тяжеловесов, там, помните, Шуков, Римаков и другие, у них, за ними стояло, где какие-то много было ресурсов, а у меня ничего не было, я оказалась в полном провале, в полном дыре, когда меня вообще бросили все, даже те мои друзья, которых я считала единомышленниками, или меня бы я позволила окончательно себя размазать, да, то есть все, у меня просто не было бы, но был самый тяжелейший период жизни, я просто себя вытягивала, я собрала, не знаю, заодно, не потому что, я думаю, что заодно, потому что каток, он когда идет по всем, да, этому политическому полю, он не разбирает, там, громадный, гигантский, или там, какая-то несчастная Памфилова со своей, там, небольшой амбицией, да, но заодно, не потому что я такая великая, или там, я, мы не придавали какое-то значение, заодно, но, это, понимаете, я как человек, в общем-то, не только, я знаю, что я, я авантюристка, да, без этого нельзя, и экстремал, и многие, во мне есть такие качества, которые в самые тяжелейшие минуты жизни, ну, вы знаете, ну, конечно, я просто, я разозлилась, я разозлилась так на себя, на саму, на обстоятельства, что думаю, даже сама себя испугалась, думаю, я не позволю, я не хочу, я не позволю, значит, себя размазать, и это был способ вытянуть себя вот за шкирку из этого болота, и мобилизовать все свои внутренние возможности, и вперед, абсолютно, сколько надо мной насмехались, сколько надо мной издевались, ну, да, я не плевать, вы знаете, вот эти, я благодарна судьбе, что мне удалось это пережить, потому что, может быть, вот у меня несколько таких знаковых вещей в жизни случались, когда вот 7 лет пройдет, вот, вы знаете, я уходила как одновременно с поста министра и от мужа, одновременно, да, я не признала, что это, я не признала, а я обязательно, потому что это для меня знаковая вещь, да, потому что надо было, я понимала, что все в моей жизни застой, я чувствую, что что-то не так, что-то не то, да, и это все вместе переплелось, потом через 7 лет, от правительства и от мужа, да, 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 это, то есть я меняла круто все в своей жизни, я уходила в никуда, везде в никуда, и никому нафиг не нужна была, кроме раз, два, три, четыре, пять людей, которые меня любили или которые меня оценили. То же самое произошло вот в конец 99-го года, когда размазали полностью там какой-то 0,6 процентов, ты нигде, ты никто больше, да, вот это как ни странно, да, и опять-таки какая-то группа людей, которые в тебя верят, но это небольшая, и для меня это был способ выжить, способ стать, вот почувствовать себя, и знаете, вот я тогда обрела вот это невероятное чувство внутренней свободы, когда я поняла, да не хочу и не могу, я не хочу нравиться никому, я могу себе позволить помогать тем, кому я хочу, и я понимаю, что помогать надо очень малому количеству людей, только тех, кто сам хочет что-то сделать, потому что часто помощь возвращает, что я могу позволить себе делать то, что я хочу, общаться с теми, с кем я хочу, и мне не страшно, я не завишу, я гораздо в меньшей степени завишу, чем раньше, от материальных, моральных, нравственных, ах, что там обо мне подумать, ничего, главное, чтобы я себя внутри не презирала, по крайней мере, или уважала, ну, и вот, наверное, это самое главное, и сейчас, когда я, я спокойно, гораздо спокойнее отношусь к тому, что обо мне говорят, думают, ну, нравится кому-то, скажем, такой стереотип, ну, почему так, Анфилова, ну, вечно или плачущая, там, или там, как-то, ну, такая примитивная бабенка, там, с определенной амбицией, там, что-то пытается, что-то сделать, ну, смешно, да, спокойно, абсолютно к этому отношусь, потому что, ну, скажем, да не знаю, почему, молодец, потому что молодец, Вы знаете, я вот, мне кажется, что я вот как раз поняла, и поняла в том, что почему вы спокойно к этому относитесь, там, видимо, происходила в какой-то момент путаница, вы занялись политикой, а вы, по ошибке, приняв свой темперамент, за политический темперамент, а у вас темперамент общественный, а не политический, а это разные вещи, потому что, как политик, не скрою, от вас действительно смешно, сидит хорошенькая, миленькая, с чудным голосом, с одной звериной, и все время ничего поройнее, не перестаньте, понимаете, это, во-первых, мужская терминология, значит, у нас мозги в цветочку всех, и, ну, по-другому встроены, вот, значит, говорит правильные вещи, при этом все время рассказывает, меня бросили, я оказалась одна, значит, мужики с трусами, я там все время образ, вот, как маленькие женщины, помните вот эту детскую книжку? Да, помню, да. Да, как они будут боролись с жизнью, вот образ маленькой, мужественной женщины, которая борется с этим враждебным, мужским миром, и тогда образ совершенно правильный, я думаю, что так оно все и было, просто это в общественной деятельности необходимо, полезно, вот так вот нужно, просто позарез. в политике с этим далеко не уедешь, конечно. Ну, вы знаете, вот сейчас уже, вот, может быть, действительно, исходя из моих, там, каких-то, да, и вот... Посмотрите, на статную, Валентина Ивановна. Ну, да, но статную и назначенную, и назначаемую, да, да, это совсем другой уровень. А потому что она, она в принципе такая, она начальница. Вы правы. Понимаете, просто по природе своей. Вы знаете, вот почему я никогда больше не смогу, не только вот и не хочу идти на выборы, но еще и никогда не пойду в государственные служащие и чиновники. Она не только начальница, но она способна правильно выполнять указания более высокого начальства. А я уже не могу. Вот знаете, я не могу. Вот я уже, я не хочу командовать людьми, и я не хочу выполнять, потому что то, что я часто не принимаю. Вот, и поэтому я, вы абсолютно правы, почему я не хочу. Побывав во всех апостасиях, у меня действительно уникальный опыт и в политике, там, в государственной сфере, да, там, у меня сражается. Просто ошиблись двери. и вдруг, а знаете, это не ошиблись. Это, видимо, надо было все это прожить и пройти, чтобы сейчас понять, а зачем ты вообще, твое предназначение, а что ты можешь, ты и должна делать. Потому что это, между прочим, это уникальное сочетание опыта во всех этих сферах, оно сейчас дает мне определенную уверенность в том, что я, наконец-то, может быть, сейчас прожив уже жизнь, когда уже, да, на 54-м году жизни своей, да, будучи уже сейчас вот бабушкой у меня, внучке моей, восьмой год пошел, я только, может быть, во все тяжкие пустилась уже. Возраст. Ну, ты все, молодец. Я только сейчас стала понимать вообще свое предназначение. Слушайте, правда, мужики дураки? Нет. Вы знаете, я слабаки. Нет. Вы знаете, слабаки бывают. Ну, вот, я сейчас скажу. Во-первых, в моей жизни я очень благодарна. Вот в моей жизни мужиков, там, знаете, мерзавцев, сволочи почти не было. И в личной. Я благодарна всем. Я не скажу, там скажу, я скажу, что один. Ну, пусть два или много, вот не важно. Но всем я им очень благодарна. Они все оказались настоящими мужчинами. Мне все помогали. Без мужчин я бы многого не сделала, да, не было мерзавцев, мелких и гадких. Все нормальные. Слава Богу, спасибо им, да. То есть, вот повезло. Кроме чувства благодарности, да, у меня есть вот это чувство сочувствия мужчинам. Вот оно, чувство, сочувствие, ну пусть так. Да, сочувствие. Я понимаю, что в общей своей массе в России мужчины более слабые, чем женщины. И когда говорят, а почему женщина голосует за мужчину, вот почему он говорит, политическая благотворительность со стороны российских женщин. Только не у меня. Это в коллекционном, бессознательном наших женщин. Это есть, что давайте поможем немножко слабым. Они комплексуют, они умирают раньше, чаще, закончат же самоубийством. Приют. Ну, вы знаете, так, жалко, тяжело. Вот жалко. Давайте мы как-то... поддержим. И вот, знаете, вот это удивительно получается, да, что вот, видимо, из-за этого сочувствия, да, вот, наверное, большинство женщин, наверное, ну, 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 ладно. Мы же они, кучи России. И получается, что-то сидит в углу по себе поиграет. И за сочувечками поиграет. Да, знаете, бедные, чтобы почувствовать себя взрослым, немножко положить, а я пойду борщ сварю. Точно, точно. Ну, наверное, это наша, наверное, наша такая, может, она не плохая, но она такая наша российская черта. ну, есть это, да? Ты говоришь, фью беджет. Сейчас последнее вот время у меня этот тезис, я просто, я полагаю, что обязательно, когда говорить, а вот будет ли в России когда-нибудь женщина президентом, вот, вот, сейчас вопрос говорит, а это возможно? Я говорю, сейчас возможно только в том случае, если мужчины решат кого-то поставить, и политтехнологии, просто раскрутят и поставят, ну, как ставленниковый, не значит, и велено, да, хоть зайчика, голубого, беленького, там, хоть, все равно, не важно. А смешно было бы, да? Поэтому, вы знаете, значит, полистехнологически изощренная, физическая мысль. Я считаю, почему? Да, это пожалуйста, да, не проблема. За ноги не ключит. но для того, чтобы, ну, поверьте моему печальному опыту, с минусами, да, с жишками, из большого бизнеса. Сначала женщина должна прийти в большой бизнес, а вы знаете, что... Мы знаем, что она уже пришла. Нет, нет, только мужчина, чтобы... Она же не сама пришла. Одна. Извините. А если... Она пришла с братом, это еще хуже. Вы его видели? Извинила. А уйдет кто? Ну, с каким? Ну, с другой стороны, да, вот, видимо, когда женщины, которые... сама сделают вот свой... Будет у нее возможность свой капитал, не я и не имею в виду финансовый, а вообще, да, вот капитал, который позвали от административы, ну, вот, в основном капитале, но и финансовый, и иной, да, свои ресурсы информационные, такие-таки, когда не... И ее делают ставленником, вот, какие-то группы решили, да, а когда она достигает определенного уровня силы независимости, что начинает формировать эти ресурсы под себя. Но для этого надо очень много времени. Сначала это должно быть в бизнесе, а потом из крупного бизнеса в политику. Это сложный, длительный процесс. Поэтому я говорю, что очень это будет не скоро, потому что как большой политик, может, может, и не надо. Такой большой бизнес. Женщины пока не пущают. Они сами, из-за того, что достаточно противно, тоже не стремятся. Нормальные женщины. Скажите, а поскольку вы сами вот затеяли эту тему, женщины в политике, которую мы-то не собирались касаться, но вы идентифицируете себя, как, в общем, так или иначе, но пропагандистского феминизма? Я все время говорю, что увольте меня, я эту тему не знаю. Я, по сути, своя домашняя клушка, простите меня, которая любит и любила всегда печь пирожки, только что едать. И не может поедать на Чечню. В тот момент, когда там булку-булку. Хорошая домашняя клушка. Не, но дело в том, что ты образ. Но я действительно, то есть сначала я, я ездила за своим мужем, когда он был военным, как офицером запаса, там, в тему Таракань. Я воспитывала ребенка, что кроме меня никакие няньки, никакие бабушки это не сделают. Вот мой ребенок, то есть для меня семья, и вот я жена, и дом, это было первое. Это долгое время. Хотя параллельно, да, я понимала, что я должна там самообразовываться, с учетом, что я с глубокой провинции, все приходилось самой. Я вообще из-под Ташкента. Я в 16 лет сбежала, уже вернула в Москву, и я была в запасе золотой медали, но это очень мало, для московской жизни и для того, чтобы что-то достичь. То есть приходилось самообразовываться, помимо основного образования. Вот я, когда я сидела с ребенком глухой, там, в глуши, два года я не могла работать, я купила себе машинку швейную, строчила сатиновые трусы, подрабатывала над умницей, да, заодно читала там юридическую литературу и так далее, и так далее. Я понимала, что у меня есть определенная амбиция. Вот это там, вот сейчас, только что-то на юзи, я общественная, меньше думала о политике, да, что я должна буду, но сейчас вот я ребенка поставлю на ноги, а потом буду. И, видимо, вот где-то это так и осталось. А вот скажите, вот конкретно сейчас, вот вы сейчас заняты, какими проектами? Из тех, что вас больше всего волнует? Я скажу, больше всего, вот, а я скажу абсолютно цинично, да, вот пользуясь возможностями, то есть, я, вот этот совет президента, он, что меня очень устраивает, и я благодарна вообще, вот, нашему президенту за то, что в свое время он предложил, скажем мне, когда еще возглавляли комиссию по праву человека в 2002 году, а потом вот мы ее трансформировали в совет, что это на общественных началах, да, с одной стороны, я не чиновник на общественных началах, формирую, вот мы сами работаем, с другой стороны, это дает мне достаточно высокий статус, там, все вот эти необходимые, административные ресурсы, выходы и так далее, вот эта схема очень работает, это позволяет нам, вот, и мне, моим коллегам, вооружать президента, доносить до него информацию, это альтернативно, от той информации, которую дают в своих интересах ведомство, да, вот, ну, это вот, как бы я вот вижу эту роль, а и воспользовавшись вот этой возможности, всего этого Совета и нашими административными ресурсами, гнать общественную волну, конкретно, конкретно, что сейчас, вчера вы говорили президенту, завтра скажите, хорошо, вчера о том, что недопустима ситуация, то, что происходит сейчас, желание чиновников и наших политтехнологов ограничить права и свободы граждан на митинге, на шествии, на демонстрации, да, в том числе, но и не только, то есть они выталкивают огромное количество людей, особенно молодых, в сферу, скажем, радикальных, они, из правовой сферы, то есть, вместо того, что позволят им это делать цивилизованно, они делают из них, ратегалов загоняют вглубь проблему, и власть сама не понимает, что происходит, это невыгодно самой власти, загоняя болезнь вглубь, она не видит, что на самом деле общество гроза. Мне напоминает, извините, что я вас прерываю, мне напоминает это бездумие нашей системы исполнения наказаний, когда они, мальчишку в переходном возрасте, когда впервые гормон заиграл, и вообще, так сказать, мышцами своей хочется поиграть, вот он там выпит бутылку пива, потом он, значит, ограбит кого-нибудь на 100 рублей, и он пойдет в колонию, он пойдет в лагерь, и выйдет оттуда обученным, прицеливистом, и обученным, старшие товарищи обучат его, как по-настоящему, грабить и воровать. Так вот, те, кто запрещают марши, те, кто запрещают общественный протест, там, где они захотели его провести, потому что у людей вот нагорело, они даже не знают, что именно нагорело. Если ты это запрещаешь, ты получаешь опытных борцов. Борцов, да. Опытных эмоционеров ты получаешь, уже убежденных, пламенные сердца. А если ты их пропустишь спокойно, то люди, ну, пар выпустят хотя бы. Почему этого никто не понимает? Вот, я вот, то же, что касается пресса, то, что касается связи с массовой информацией, да, у нас действительно разнообразно, там, в интернете можно все, что угодно прочесть, там, печат на СМИ, на разных таких каналах, но возьмите все действительно федеральные. Серьезной дискуссии не политической, никакой практически нет. Не на Дом канале. Мы ушли от вопросов, которые волнуют всех и каждого, от широкого обсуждения. То есть, вот то, что касается ситуации со СМИ. Это, кстати, предмет был последней нашей встречи с президентом, которая длилась 4 часа. Не так быстро все получается. Вот мы пенсии ребятам, которые потеряли там руки, ноги, оказались тяжелыми инвалидами, которые воевали в горячих точках, да, мы пробивали, несмотря на резолюцию президента, два с половиной года. После того, как на одной встрече я сказала, Владимир Владимирович, вот вы подписали, а правительству начхать. За это время, пока мы с этой бюрократией боремся, уже тысяч пять ушло из этих ребят из жизни. И с какой мыслью они ушли из жизни, что их родина бросила умирать в нищете. Вот понимаете, вот после этого наконец-то мы добились, да, к сожалению, долго и тяжело. Вот сейчас опять-таки в январе мы предложили, мои солдатские матери, предложили, что давайте ужасающее состояние здоровья наших молодых ребят. Вот эти возникли предложения о создании центров, центров медицинской помощи для молодых ребят, чтобы отслеживать, начиная с подросткового возраста, что с ними происходит. Да, президент сказал, да, да. После этого все опять начинает умирать в недрах наших этих вот ведомств. И это придется долго и упорно тратить огромные силы. Я надеюсь, что удастся проявить. Вот закон об НКО. Значит, мы представили президенту, что все его негативные сдержки согласился и пошла сейчас, вот сейчас, уже сейчас, я уверена, что не буду рассказывать всю работу, но мы пробьем несколько поправок изменения в этот закон для того, чтобы не перестали давить общественные организации. То есть, как вам сказать, я не хочу сказать, что вот в нынешней ситуации кризиса управления, да, вот когда даже несмотря на то, что президент решает многие, скажем, дают поручения, дальше начинает вот так, да, 50 на 50 получается вот из того, что мы делаем. Это не так плохо, хотя это очень тяжело. Елла Александровна, у вас нет вообще ощущения, так сказать, глубокой декоративности всей этой деятельности? Вот вы пришли, вы видите свой долг в том, чтобы царям правду говорить. Пришли вы к царю, к батюшке, сказали ему правду, которую ему злые начальники на большие вельможи не доносят. Царь вас послушал, сказал, добрая девица Элла Александровна. Давай вперёд, все правильно, так все и сделано. И что? И ничего. Знаете, иногда бывает, но пока это не преобладает, это чувство. И вот мы с моими коллегами решили, что пока есть возможность изменения ситуации, хоть не так, как нам хочется, не сто процентов. Ну вот как сказал, 50 на 50, надо работать, надо пытаться делать. И что? Тут надо знать... 50 на 50 это очень много. Там правозащитники с ним будут спорить. Аргументы серьезные, его можно убедить. Если он, скажем, абсолютно не принимает эту точку зрения или эту позицию, он честно скажет, что нет. Ребята, я с вами здесь не соглашусь. И этот честный диалог, это уже неплохо, это хорошо, что мы понимаем, что можно ждать, отчего даже бессмысленно здесь делать. Вы прям вот уверены, что это без всякого нашего вельможного в Византии на всяком случае у меня сложилось такое впечатление, вот как я это воспринимаю, как, знаете, мои коллеги, которые более, скажем, ну как бы сказать, с пристрастием или, да, гораздо хуже, чем я относится, да, к внешней власти, да, у них тоже складывается ощущение искренности. Вот если говорить о этой декоративности, да, но если, вот я бы себя действительно не ужала, зачем мне это нужно? Знаете, сколько сил вот тратить, сколько сил, я, все-таки, знаете, вот у меня, действительно, где-то уникальный опыт, да, и я ценю себя как специалиста, да, который может достаточно хорошо прожить, благополучно, да, я востребована, да, у меня хорошее отношение со многими международными организациями, это для меня не способ зарабатывания денег, это не способ для меня удовлетворения каких-то таких числовных амбиций, да, и если бы это было так, если вот как только я бы почувствовала и почувствую, что это так, ни минуты, ни минуты я не останусь, пока есть надежда и пока что-то получается, мне, представляете, надо использовать эту возможность. Вот сейчас, представляете, сейчас в этот год, в год выборов, у всех уже мозги набекреют с этими выборами, вот мы с этим сталкиваемся уже многие, вот во-первых, идет вот эта лихорадка по собственной, передележке собственности, все пытаются лихорадочно на уровне чиновничества, лихорадочно застолбить за собой какую-то нишу кусок, чтобы, ах, неизвестно, что там будет после 2008 года, и часто состояние наших государственных вот этих служб, оно неизменяемое, да, и многие проблемы у людей, ну просто вот ни у кого до них дела нет, если мы там точку-точку-точку пытаемся хоть что-то как-то поставить ноги, хоть что-то пробить, вы понимаете, оно того стоит. Сейчас вот вы сказали, что чем я сейчас буду заниматься? Наверное, одно из самых больших дел это не дать похоронить вообще избирательную систему, и вот в той ситуации, которая сложилась, когда наше думское большинство пытается похоронить. Так ее уже похоронили? Нет, нет. Извините, порог явки отменен, и против всех отмененную систему похоронен. Нет. И как ни страна. И 7% проходной. Есть ли милейшие, прекраснейшие, совершеннейшие, светлые дочери нашего президента Владимира Владимировича Путина вдвоем придут на избирательные сейчас проголосуют. Выборы, можно будет признать, состоявшими. Мы тут собрались, собрали вот этот мозговой штурм из независимых центров разных, скажем, наших аналитических, наших гражданских и так далее. Еще раз говорю, не тех, кто обслуживает, ну, обслуживает, знаете, элиты наши властные и так далее, и так далее. И ребята грамотные, транспарент, интернешн, которые многое занимаются, оценкой использования в нашем уровне коррупции при выборах, другие организации очень серьезные. Когда, ребята, так много резервов, надо мозги только закрутить. Почему я говорю о гражданской? Гнать общественные волны. Если мы с вами молодые, должны прийти, должны сейчас, и не просто прийти на выборы, вот на эти выборы, сейчас, вот мы всю работу, я сейчас не буду рассказывать об этом подробно, но мы сейчас как раз таки запустили свои вот эти мозговые, сейчас из-за такой творческий процесс. Стой! Сейчас скажи. О чем? А? Чтобы до еще выборов, сейчас весь год, это было в зоне внимания общественности, эти выборы, этот избирательный процесс, и максимально повлиять на его качество при тех ограниченных наших общественных ресурсах. Слава? Вам в ответ аргумент. Избирательная система похоронена, поскольку принят закон, при котором выборы, это фикция. Вы говорите, а слабо при выборах, которые фикция, все-таки прийти? Мне слабо. Во-первых, мы еще попытаемся кое-что изменить. В этом законе? Да. Вот это вот интересно. Это моя наивность. Это фарш. Возможно, провернуть назад. Знаете, не знаю, возможно, нет, но попытаться надо. Надо пытаться, надо это делать, надо тратить усилия. Давайте в конце года, вот в конце года и посмотрим. А получилось это вот фантастическое, авантюристическое, как угодно. Миссия невыполнима, как я говорю. Вот сейчас у меня миссия невыполнима, да? А вот где-то что-то мне подсказывает, и мои коллеги, что мы многое можем сделать. Как флеш-моб можно сделать. А дайте посмотрим. А дайте посмотрим. Серега продолжает. Вот вы мне не верите сейчас, да? И хорошо, и не верите, правильно делаете, да? А посмотрим. Вы, конечно, очень симпатичный человек, и дай вам Бог... То есть вы такой, как мы думали. Да. Это симпатичный человек. В общественных, в ваших всех делах, в обществе, такие люди очень нужны. Но вот мы, как народ, вам отвечаем, ничего у вас с нами не выйдет. Мы их воспитанию не поддаемся. И не надо. Это и не входит в мою роль. Не надо. Я не хочу никого убеждать. Вот кто услышит, тот услышит. Елена Александровна, вы хотите нам жизнь облегчить, а мы этого не любим. Спасибо. Спасибо. Я готовилась, что меня будут разносить в пух и прах. Вообще готовилась к такому диалогу очень жесткому. И мне очень не хотелось выглядеть лучше, чем я есть на самом деле. Потому что я всегда помню выражение любимого моего философа Шестого о том, что самые мстительные люди это люди нравственные. И они свою нравственность часто используют как самую утонченную жесткую месть. И вот очень не хотелось как раз таки быть таким фанатом и навязывать, и морализировать морализировать как-то. И слава Богу, что диалог оказался совсем другим. И знаете, наверное, самая азартная и самая замечательная вещь это вот игры разума. На мой взгляд, этот диалог был такой азартный и интересный. И, как ни странно, чего я не ожидала, очень доброжелательный. КОНЕЦ КОНЕЦ